Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем разбирать старинную французскую песенку Чайковского. Немного расскажу вам о контексте этой прекрасной песни. На самом деле она входит в цикл детский альбом, который состоит из 24 песен, таких же маленьких и красивых. Когда Чайковский писал этот альбом, у него были определенные жизненные ситуации. Он неудачно женился, но и, конечно же, чтобы скрасить свое горе, он уехал из России путешествовать по странам. Он посещал Францию, Италию, поэтому в детском альбоме есть французская песня, немецкая песня, русская песня, неаполитанская. На создание именно детского альбома вдохновил один маленький мальчик. Для того, чтобы быть не таким одиноким за границей, он пригласил своего брата Модеста. А Модест был опекуном глухонемого маленького мальчика. И Чайковскому так понравился этот глухонемой мальчик. Конечно, он бы никогда не услышал прелести этого детского альбома, но он послужил таким, знаете, вдохновением, потому что он был очень довольным жизнью. И он постоянно вдохновлял Чайковского. Вообще, дети всегда вдохновляли Чайковского. И именно вот этот вот детский альбом он написал именно с вот этими вот теплыми чувствами, смотря на этого маленького мальчика. Ну хорошо, давайте посмотрим, как же французская песня звучит. Играю вам от начала до конца, а потом будем разбирать с вами более подробно. Играю вам от начала до конца. Играю вам от начала до конца. Значит, наша французская песня состоит из трех частей. Первая часть, вот эта вот знаменитая, она повторяется два раза. У нас такая получается форма А, А, потом часть Б, часть Б, и снова А. Получается, если мы с вами выучим часть А, собственно, она так как три раза повторяется, у нас уже, так сказать, половина практически выучена. Ну что, пробуем разобраться, как у нас все тут обустроено. Значит, мы видим знаки Си бемоль и Ми бемоль. Значит, любая нота Си и любая нота Ми автоматически становится черной бемоль. То есть Ми бемоль и Си бемоль. Мы видим при ключе две четверти. То есть мы будем считать раз и два И. Итак, в самом начале за такт. Что мы сделаем за тактом? За такт это просто как бы И. Раз и два И. И дальше Та-ра-та-та. Кстати, я подпишу нотки вот, нет, снизу, вот эта вот вторая клавиатура, там будут подписаны ноты. Если вас отвлекает, тогда смотрите на нижнюю клавиатуру. Но я подумала, не знаю, стоит ли подписывать ноты или не стоит. Это новый для меня формат, поэтому напишите в комментариях, удобно ли, когда вот эта вот вторая клавиатура подписана с нотами. Я возьму на вооружение и, исходя из этого, приму дальше решение, как мне снимать видео. Ну что, пробуем разбирать правую руку. У нас идет мелодия в правой руке. И раз, и два И. Раз, и два И. Видим, да, четверть с точкой. Она считается раз и два. То есть, точка увеличивает ноту. Дальше. Раз, и два И. Раз, и два. И остановимся здесь. То есть, два такта мы с вами посмотрели. Дальше. Что у нас идет в левой руке? Левая рука как бы немножечко дублирует. И, кстати, в левой руке у нас появляется много залегованных нот. Возьмите карандашиком, если вы распечатаете нотки, и сразу же зачеркните повторяющиеся залегованные ноты. Так вам будет легче. Потому что в этом вся и суть, чтобы не нажимать повторно залегованные ноты. Значит, левая рука у нас расщепляется на два голоса. Средний. Си, до, ре, до, си, ми, до, си. И левая рука, и нижний голос как будто бы такой колокол. Соль, соль, соль. Он такой прям. И нам, наша задача, ушкам слушать вот это вот соотношение. Та, ра, та, 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 раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два. Ой, я уже переиграла, конечно же, больше, чем два такта. Но я так вошла в образ, хотела вам показать. Именно вот эту вот соль. Обратите на это внимание. Давайте соединим два первых такта. Раз и два, и раз и два, и раз и два. Видите, да? Они не вместе. Если вам сложно, то возьмите вот просто и карандашиком отметьте, какие нотки под какими играют. Если, ну, как бы сложно сразу же так вот сориентироваться. Ну что, идем дальше, смотрим на следующее. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, и вот смотрите, тут у нас появляется шестнадцатое. То есть мы и как бы дробим раз и два, то есть на и мы играем две нотки. А последний такт, это, конечно же, фурор точек, потому что здесь у нас две точки. То есть мы увеличиваем четверть не просто раз и два, но еще и ей половинку даем. И получается так. Раз и два, и. То есть эту нотку соль мы называем нотку и, букву и. И эту нотку соль нажимаем после этой ноты и. Соединяем двумя руками. Ра, так, давайте вот с этой нотки соль. Раз и два, и 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 ду. Тут, смотрите, в левой руке стоит акцент. То есть мы должны так... Вот этот вот аккорд, это у нас доминантовый септаккорд. В соль миноре, вот у нас соль минор, и этот аккорд... Слышите, он такой прям... И вот хочется... Это вопрос, и дайте нам ответ, и ответ будет на второй строчке. Вот и закончилось у нас первое предложение. То же самое повторяется. Давайте я вам сыграю второе, вторую строчку, и вы просто послушайте. Соль минор, и раз и два, и раз и два, и раз и два. Вот первая часть наша готова. Переходим ко второй части. Значит, что у нас тут такое в правой руке? Мелодия. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и два, и раз и два, и два, и раз и два. Смотрите, обратите внимание именно на лиги. Вот у нас... Ручку подняла я чуть-чуть, и дальше... Си, до... Они объединены. Маленький люфтик. До, ля... Маленький люфтик. Связано ля, ре... И люфтик. Та, ра... И дальше все на одном движении. Та, ра, ра, та, та, ра, та... Вот это вот надо все вот так вот объединить и перевести вот этим вот так. Что делает у нас левая рука? Левая рука у нас двигается по таким нотам. Я сидела вот таким. Ту, 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 Хорошо, что я еще хотела сказать вам, поработайте именно на левой рукой вторую часть, действительно прям заберите ее и поиграйте. Чтобы именно рука шла по нужным ноткам. Так, все хорошо, всю запись идет, чтобы потом, когда вы подсоедините правую руку, вы не так сильно отвлекались на левую. Давайте соединить двумя руками. Заметьте, в правой руке легата, а в левой стакката. Раз и два и раз и два и раз и два. Раз и два. Кстати, стакката очень хорошо активизирует палец. Вы даже можете двумя руками вот тут поиграть. Хороший будет упражнение. Для того, чтобы ваши пальцы были более крепкими. Ну что, вторая часть готова. И, кстати, здесь мы видим, динамика стоит, да? То есть мы начинаем тихонечко. И сгромче. Мальца форте. И тихонечко. И повторение. Заключительная часть. Тоже пиано стоит у нас. И мы играем ее уже. Повторяем еще раз. Вот тут немножко другие ноты. Давайте разберем. Раз и два и раз. Вот такая вот красивая у нас мелодия. Ну что, пишите в комментариях, насколько она вам нравится. А, кстати, напишите по поводу вот этой вот фортепиано-клавиатуры. Стоит ли подписывать ноты или не стоит? Спасибо. Я буду очень благодарна, если вы поставите пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. Ну, а еще у меня есть сайт с моими бесплатными нотами. Можете переходить туда и скачивать ноты как сложные. Сложный вариант, так и простые. Большинство это мои авторские аранжировки. И я ее дарю вам бесплатно. Ну, и что, встретимся с вами в следующих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok